Всем привет! Сегодня у нас внеплановая распаковка, потому что вчера мы съездили в Леруа и купили там много новогоднего декора для меня и несколько штук для дома для Жени. Вы можете сказать, Юля, еще начало ноября, зачем ты купила новогодний декор? Во-первых, он поднимает мне настроение, а во-вторых, нужен для футблога, потому что новогодние рецепты я буду снимать заранее. Давайте покажу, что мы там набрали. Во-первых, мы взяли вот такую непонятную штуку, с которой все летит. Это, я не знаю, что-то типа веточки с иньи. Я бы брала ее для съемок. Жене она сразу не понравилась, потому что она пачкает все вокруг. Но она красивая, мне кажется. Да, еще взяли вот такие полки. В ванную повесим, я потом обязательно покажу. Эта полочка, по задумке Жени, будет предназначена для книг. А эта большая для туалетной бумаги и каких-то там полотенец или всего другого, что хранится в ванной. Здесь, кстати, скрытые крепления, что удобно. Дальше. Из новогоднего декора мы взяли вот такого оленя. Но это у меня для фоток и, возможно, повесим на елочку. У меня есть синяя тарелка, он должен с ней хорошо сочетаться. Дальше. Гирлянды. Каждый год беру гирлянды по несколько штук. Муж ругается, что у меня их уже очень много. Но мне кажется, что гирлянд много не бывает. Гирлянды я очень люблю. У меня весь дом ими завешан. Они висят на кухонном окне, на большом окне, на полках. В общем, везде, где можно. И я часто включаю их по ночам, когда сплю в качестве ночника. Не знаю, мне кажется, вечером, особенно осенью, с ними становится уютнее. Если вы тоже любите гирлянды, напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще мы взяли вот такую вот огромную елочку. Это, конечно же, мне для съемок новогодних рецептов. Она была недорогая, по-моему, рублей 200. Очень милая, мне кажется. Взяли вот такие вот звездочки. Они продавались в наборе. Тоже буду использовать их для съемки в первую очередь. Но, возможно, потом повешу на елочку. Еще я взяла себе вот такие вот камушки. Они вообще продаются для декора аквариума или комнатных растений. Я взяла их для фудсъемки. Правда, пока еще не знаю, куда конкретно буду их применять. Но, мне кажется, они красивые. Подходят по цвету к моей тарелочке. Кажется, мы нашли применение, да? Дальше мы взяли вот такие вот палочки. Это ароматы для дома. Я их просто обожаю. Они у нас стоят повсюду. Вот так они выглядят открытые. И вот в коробке. Мы взяли разные. Вот такие, такие и еще ванильные. Если вы пользуетесь такими, напишите тоже в комментариях. Потому что кто-то пишет, что давно уже знает про эти палочки. А кто-то говорит, что никогда их не слышал. Взяли много свечек. Вот таких серых разных размеров. И разной формы. И бордовые. Мне кажется, они вместе классно сочетаются. На фотках будет выглядеть просто супер. Ну и для декора дома я тоже буду их использовать, конечно. Очень красивые свечки. Кстати, там были разные цвета. Они мне все понравились. И я не могла выбрать, какие же мне купить. Еще мы взяли вот такой прожектор. Он оказался без вилки, без провода. Поэтому мы пока что его не включали. Будем использовать в основном для съемки. Ну, если кому-то нужен мощный свет где-то в комнате на кухне, тоже можете обратить внимание вот на такие прожекторы. Когда мы его устанавливаем, я обязательно скажу. Ну и главная моя покупка. Это вот эта гирлянда на батарейках. Здесь три предмета. Еловая веточка, гирлянда и ваза. Ваза немного грязная, мы просто ее еще не мыли. Вазу мы вообще взяли для того, чтобы сделать из нее подставку для ножей. Но я сложила в нее гирлянду и поняла, что все. Здесь и будет теперь ее место. Мне кажется, это классный декор на Новый год. Вот я прям так оставляю. У меня она стоит на окошке. Я включаю ее вечером, когда мы ужинаем. Вот такая быстренькая получилась распаковка. Напишите в комментариях, если вам что-то из этого понравилось. Если не понравилось, тоже можно написать. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok